Ну а Белград традиционно привлекает туристов и прежде всего атмосфера, а еще тем, что претендует на звание культурной столицы Европы 20-го года. Столица Сербия, один из старейших городов на континенте, и ему есть что показать. Это центр притяжения любителей стрит-арта и работы граффитистов там считаются настоящими произведениями искусства. Кристина Пастушкова все увидела своими глазами. Современный Белград невозможно представить без граффити. Они здесь на каждом шагу. В рисунках затрагиваются разные проблемы – и политические, и философские, и социальные. Одна из самых популярных тем – это противостояние человека и цивилизации. По статистике раскрашена примерно треть всех зданий, мостов и эстакад. Изображения смотрятся эффектно и радуют глаз. Из-за высокой влажности фасады жилых домов быстро становятся серыми. Замена облицовки – дело дорогое, и местные власти откладывают его на потом. Поэтому стрит-арт поощряется и процветает. До недавних пор никто не ограничивал фантазию местных художников. Они рисовали, где хотели и что хотели. Местные жители относятся к этому по-разному. Это красиво, граффити украшает город. Это отлично место для селфи. Мне нравится, но только рисунки. Они смотрятся лучше, чем просто надписи. Но так как не было ни цензуры, ни контроля, художники не церемонились. Однако эпоха вседозволенности все-таки закончилась, вздыхает Александр Лартек. В прошлом году местные власти приняли закон, который, по мнению граффитиста, попортит нервы последователям стрит-арта. Закон ввели, но он совершенно нелогичный. По новым правилам, чтобы рисовать на улице, нужно получить специальное разрешение. Но нигде не прописано, куда именно нужно обращаться за этим документом. И сейчас меня, в принципе, могут оштрафовать. По словам Александра, в любом случае у всех уличных творцов есть табу. Это фасады старинных зданий и памятники. И правда, рука граффитиста не тронула историческую часть сербской столицы. Вот Белградская крепость. Древнейший архитектурный памятник города. Он был возведен в первом веке нашей эры. За всю свою долгую историю крепость принадлежала и византийцам, и римлянам, и готам, и османам, и венграм, и сербам. Но сегодня это мирное живописное место, откуда открывается прекрасный вид на город. Судьба у Белграда непростая. Его разрушали и снова отстраивали 38 раз. Поэтому местная архитектура – это сплошная эклектика. Сербско-византийский стиль, барокко, модерн, хай-тек и даже соцреализм. И многие здания, кстати, построили наши соотечественники. Колоссальное влияние на архитектуру Белграда оказали русские мигранты, которые после революции 1917 года бежали из своей страны и нашли пристанище здесь. Русским архитекторам доверяли самые важные проекты. Это объекты дворцового комплекса, здания МВД и МИДа, где в данный момент находится правительство Сербии. В 1999 году город серьезно пострадал от бомбардировок НАТО. Основной удар был направлен на здание силовых ведомств. По подсчетам экспертов, реставрация обойдется в астрономическую сумму, поэтому объекты, скорее всего, пойдут под снос. К 2020 году, когда Белград, возможно, станет культурной столицей Европы, здесь не будет ничего, что напоминало бы о войне.